15 знакомых всем вещей, которые со временем изменились Всего несколько десятилетий назад люди даже представить себе не могли портативный компьютер или телефон с сенсорным экраном. Что говорить, если первый компьютер не поместился бы даже в целой комнате? Телефоны выглядели совершенно иначе, а когда-то и вовсе были предметом роскоши. Но во что действительно сложно поверить, так это в то, как изменились собаки и курицы. В общем, устраивайтесь поудобнее в нашей машине времени. Сейчас вы узнаете, как выглядели так хорошо знакомые нам вещи, когда они только появились. Номер 15. Купальник Первые купальники придумали в 18 веке. Они выглядели совершенно не так, как современные бикини. Целые платья с рюшками, нижним бельем и шляпкой. Вот что приходилось надевать женщинам, чтобы поплавать. Все лишнее исчезло только к началу 20-го столетия. На смену платьям пришли скромные вязаные купальники. А бикини, которые мы знаем и любим, появились лишь в 1946 году. Кстати, у самого слова бикини тоже интересная история. В том же 46 году США проводили ядерные испытания на коралловом острове Бикини на юге Тихого океана. Об этих испытаниях говорили повсюду. Именно поэтому французский дизайнер, создавший революционный в мире моды купальник, состоявший из двух предметов, решил назвать свое творение Бикини. Этот новый предмет одежды должен был произвести на мужчин такой же взрывной эффект, как ядерная бомба. Так что, парни, вы согласны? Номер 14. Утюг. Самые первые утюги появились еще в Древней Греции. Тогда, конечно, это были не совсем утюги, а просто горячие куски железа. В Китае в первом веке до нашей эры люди пользовались металлическими чанами с горячим углем. Похожие приспособления, вроде железных коробок с углями, позже появились и в других странах. Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже снабжался трубой. Впрочем, в Индии вместо углей люди жгли кокосовую скорлупу, поскольку она была дешевле, а горела ничуть не хуже. То, что было похоже на наши современные утюги, было изобретено в Европе в 18 веке. Люди также клали внутрь угли и разогревали устройства на печах. Они были сделаны из чугуна и весили больше 5 килограммов. Вот это я понимаю, тренировка для рук. Номер 13. Кино. Благодаря зеленому экрану и компьютерной графике, сегодня фильм можно снять где угодно. Хоть в Риме, хоть на Марсе. На планирование крупных блокбастеров уходят годы, а для съемок требуется несколько месяцев и тысячи людей. Так что нам сложно представить ранний кинематограф, потому что первые фильмы были довольно примитивные. Их снимали одним дублем, без монтажа, почти без движения камеры и без особого освещения. Оператор играл роль и режиссера, и редактора, и, если фильм был более продвинутым, даже осветителя. А первое коммерческое кино было представлено 28 декабря 1895 года в Париже. Там показывали 10 короткометражных фильмов «Братьев Люмьер». Первый фильм был черно-белым, немым и длился меньше минуты. Первые киностудии появились в 1897 году, а еще чуть позже изобрели первые вращающиеся камеры. В это же время кинематографисты стали постепенно вводить спецэффекты. Номер 12. Бритва. Вы не поверите, но судя по наскальной живописи, первые бритвы появились еще в доисторические времена. Люди сбривали волосы при помощи заостренных зубов животных или ракушек, которые позже заменили ножи. В первом тысячелетии до нашей эры изобрели железные бритвы, которые применяли до середины 19 века. А что касается тех бритв, которыми мы пользуемся сегодня, то они появились совсем недавно, лишь в 70-е годы 20 века. Номер 11. Хранилище данных. Современные жесткие диски могут содержать терабайты информации и миллионы файлов. Однако первыми устройствами для хранения данных были магнитные пленки и перфокарты, листы жесткой бумаги с отверстиями, пробитыми в определенных местах. Их обычно использовали для управления машинами, а позже и для обработки данных. Но первым действительно популярным средством хранения данных была, конечно, дискета. Помните еще, что это такое? Ее объем был так мал, что она вмещала всего несколько фотографий. Номер 10. Компьютерные игры. В 40-м году 20 века появился первый игровой автомат «Нематрон». Графики в нем не было, только лампочки. А изобрел его, как ни странно, физик-ядерщик доктор Эдвард Уллер Кондан. Смысл игры заключался в том, чтобы победить автомат, выбрав в специальных световых нишах количество лампочек, которые необходимо было потушить. Да, звучит довольно сложно. Для того времени. Если же говорить о компьютерных играх, подобных сегодняшним, то нечто отдаленно напоминающее графику создали 20 лет спустя, в 1961 году, для игры под названием «Космическая война». В ней два космических корабля сражались в усеянном звездами небе. Со временем появились человеческие персонажи, а художники научились моделировать лица на основе реальных людей. Например, прототипом Макса Пейна был сценарист игры Sam Lake. Номер девять. Карты памяти. Мы уже говорили, что развитие современных технологий дает просто потрясающие возможности для хранения данных по сравнению с прошлым. Для фотографий, например, у нас есть карты памяти. Сотни и тысячи кадров. Все умещаются на ладони. Однако такие удобные маленькие карточки раньше были куда больше. Устройство памяти крепилось к задней части камеры и заряжалось от специальной металлической кассеты. Это добавляло много веса, так что фотоаппараты прошлого были громоздкими и неудобными. Номер восемь. Бананы. Возможно, вас это удивит, но бананы не всегда выглядели такими, какими мы привыкли их видеть. Эти фрукты серьезно изменились с течением времени. Первые бананы культивировали примерно 7 тысяч лет назад в Азии и современной Папуа Новой Гвинеи. Изначально бананы принадлежали к виду бананов заостренных. Это значит, что у них были плоды коробочки, чем-то напоминающие стручки гороха. Но затем их скрестили с видом дикого банана фруктового, и впоследствии они превратились в те бананы, которые мы знаем и любим. К сожалению, увидеть те первые бананы теперь почти невозможно. Но с другой стороны, современные фрукты куда вкуснее и имеют гораздо больше питательных свойств, чем их предки. Номер семь. Детская коляска. Колясок не существовало до 18 века, когда их изобрели в Британии. И разумеется, выглядели они совсем иначе. Первые коляски были уменьшенными версиями взрослых карет на лошадиной тяге. Дети в таком экипаже могли ехать только сидя. А вот традиция носить ребенка в слинге зародилась очень давно. Древние египетские рисунки изображают детей, которых матери несут в косынках. Примерно в 1306 году итальянский художник Джотто написал фреску, на которой изобразил Деву Марию, несущей Иисуса в ткани, перемотанной вокруг тела. Проверенный временем способ переноски ребенка – это весьма убедительное доказательство. Номер 6. Камуфляж. Первый военный камуфляж появился в конце 19 века и активно использовался во время Первой мировой войны. Он помогал спрятать не только людей, но и целые корабли. Современный камуфляж имеет различные окраски и рисунки в зависимости от страны и окружающей местности. Номер 5. Собаки. Столетия селекции собак изменили друзей человека до неузнаваемости. Немецкая овчарка когда-то была на 15 килограммов легче и считалась собакой средних размеров. Мускулистый бультерьер приобрел более плотный живот и другую форму черепа. К сожалению, все эти изменения отразились на здоровье. У немецких овчарок, например, часто развивается дисплазия бедра. А у бультерьеров наблюдаются самые разные трудности – от лишних зубов до неконтролируемой погони за хвостом. Номер 4. Ноутбук. Первый портативный компьютер Osborne 1 появился в 1981 году. Он весил примерно 12 килограммов и стоил почти 1800 долларов. Сейчас это порядка 5000. У него было всего 64 килобайта оперативной памяти, три порта, один для модема и 5-дюймовый черно-белый экран. Номер 3. Сенсорный экран. Сенсорный экран изобрели в Америке в 1972 году. Он представлял собой сетку инфракрасных лучей, состоявшую из блоков 16 на 16. Как бы примитивно это не звучало, устройство работало. Можно было выбрать нужный вариант ответа, нажав на сам экран. А всего через несколько лет компания Elo Graphics представила миру телевизор с сенсорным экраном. К сожалению, сенсорные экраны еще долго оставались непопулярными, но заняли свою нишу в медицине и промышленности. Номер 2. Индустрия красоты. Если взглянуть на косметические процедуры прошлого века, можно решить, что их выполняли при помощи орудий для пыток. Но нет, кошмарные шлемы всего лишь измеряли лицо человека, чтобы визажисты знали, какие зоны выделить макияжем, а какие лучше скрыть. Современная косметология сделала гигантский скачок вперед. И как же здорово, что эти жуткие устройства остались в прошлом. Некоторые процедуры сегодня можно проводить даже дома. Номер 1. Курицы. За последние пару десятилетий курицы стали крупнее, особенно их грудки и ноги. Говорят, что дело в гормонах и стероидах, которые курицы едят вместе с пищей. Однако фермеры заявляют, что такой рост вызван более качественными условиями содержания, которые положительно повлияли на здоровье этой птицы. Хм, чему же верить? А по-вашему, какие вещи из прошлого изменились больше всего? Расскажите нам в комментариях! И не забудьте подписаться, чтобы всегда быть на яркой стороне! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!